МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сегодня начинаем очередную передачу из серии Бабах. У нас сегодня в гостях большой наш бизнесмен Владимир Валахонский, который является председателем правления терминала ДБТ и компании ДБТ. Это переводится Джай Палк Терминал. И Владимир Валахонский, он является гуру нашего транзитного бизнеса, потому что именно он был самый первый, который начал заниматься логистикой, транзитом в конце 80-х годов. Вы видите вот этот очень красивый орден. Он называется Барльгет, это орден 4-й класс. Бизнесмены получают от президента вот именно такой орден. Это первый орден в сфере морского транспорта, транзита и логистики. Первый раз выдан он. Это наивысшая награда в этой сфере предпринимательства. Первый, и вот я был удостоен этой, так сказать, чести, учитывая обстоятельства, значит, вот ее награжден. Так что в этой сфере, в сфере транзита, такого не было еще. Это первое. Второй момент, как бы уточняющий еще по нашим. Вы совершенно правы в том, что, значит, вот драйвбал терминал, который у нас в Мулленд, порту Мулленд, когда-то он начинался, он начинался с нуля. Это не приватизация, которой иногда есть отдельные любители, кого-то всех обмазывают, березят. Он начинался с нуля и выстроен с первой спалы. И вот продолжение идет до сегодняшнего дня. Но в простонародье вот драйвбал терминал, Д, Б, Т, первые буквы, он называется, дай бог терпения. Потому что для того, чтобы построить вот такие объекты, этот объект один из лучших в Европе технологических и мощнейших. И второй, который, ну, он не закончен, и в каком-то виде он будет развиваться, но большая часть, конечно, заложена тоже с нуля. Там даже причала не было, ни территории. В Силаме, это, значит, по перевалке жидких удобрений. То есть мы нашим партнерам предоставляем все виды услуг. Но, опять же, для любителей все измазать и все перепутать. Почему не занимаются торговлей? Купил и перепродал. Это вообще не о том речь. Мы занимаемся только перевалком в том виде, который он называет транзит. Эстонский транзит. Ни российский, ни шведский, ни немецкий. Это эстонский транзит. И вот этот терминал, он один из лучших в мире построен. Потому что последний по технологии. С появлением этого терминала появились причалы и другие возможности технологические. То есть есть что показывать. И Мога, и Силаме. А вместе, в зависимости от рынка, наши партнеры могут из одного сырья, в зависимости от рынка, они продают тот или иной вид удобрений. В жидком виде или в сухом виде. Но еще раз обстоя, не мы. Мы только переваливаемся, грубо говоря, и перегрузим, не занимаемся. И еще раз для тех, я очень много на эту тему говорю, вообще последние все годы, может быть, и моя позиция совершенно последовательная. Название, значит, российский транзит, который вот используют журналисты эстонских средств информации, профессионально, никуда не годно. Оно не соответствует тому, что есть. Есть эстонский транзит здесь. Российский транзит это по территории России. И он выбирает, он пойдет дальше через Эстонию, через Латвию, через Литву, через Финляндию. Я хочу пояснить, вот это все иногда, понимаете, я не очень охотно даю интервью, значит, нашим средствам, потому что ты, что-то тебя спросили, ты написал, а исказили до такой степени твои слова, что, во-первых, ты сам думаешь, что ты идиот, что ты это. Я вроде не говорил, спрашиваешь, нам кажется, что так будет лучше. Лучше для чего? Для скандала, наверное, но для объективного понимания то, что происходит в Эстонии, с этой области. Я, может быть, немножко много говорю, но я как бы с волном вот этими, всегда этой темой такой, потому что этому посвящена жизнь. Я 40 лет в транзите. Мы начинали с 400 тысяч человек, а когда я в 97-м году уходил в новую сферу деятельности, то там было у нас 5 миллионов. И дальше это продолжается. Я потом принял Палзовский первый, то есть участвовал в реконструкции Палля-Сарая. Вот сделал много, сделал что-то, все ломают. То есть, а это же все новые рабочие места. Сотни рабочих мест. И, наверное, отдельный вопрос о благотворительной деятельности, все-таки. Хочется, чтобы это писали правильно, средства массовой информации, а то написали какую-то ерунду про зарплату. Ну, я даже не говорю, что нарушается закон. Вот, босс. Ну, а когда путают зарплату с дивидендами, дивиденды путают с прибылью компаний, еще отшиваются запятой. А потом, значит, ну, те, кто со мной работают, конечно, не могут сказать. Ну, вот, я там повод для анекдотов стал, а всяких розыгрышей, начиная эту тему. Это написали, что Владимир Волохонский в прошлом году, в 2011 году, получил зарплату почти что миллион. Где-то 840 тысяч евро, по-моему, если не ошибаюсь, то, что в прессе как раз эта цифра была указана. Ну, вот это указали, да, вот написали, а потом идет ссылка на эту, а потом ссылка на, помните, на эту газету, которая ссылается на ту. И теперь... Еще нолик прибавили. Еще нолик прибавили, и опять ошиблись там в этих ссылках. И получали, я, конечно, хотел бы получать такую зарплату. Более того, если бы я получал эту налогу, платил, у меня налогово ко мне нету правления. Я, к сожалению, такой не получаю зарплату, это неправда. Ну, конечно, скажем, если так шутка проразить, меня, ну, жена скандалит, а куда я заначку делаю, получается, понимаете, ну, и целый ряд анекдотических ситуаций. Хорошо, что люди, с которыми я работаю, и на одном терминале, и на другом терминале. Сейчас вообще к этому относятся, ну, просто, если бы человек, который написавший такую глупость, у них спросил, они бы лицо ему сказали, кто он такой. Понимаете, когда вот бьют вон из-под воротника. И, значит, тут то ли он украл, то ли у него украли. То ли он в каких-то компаниях, которых я никогда в жизни не был. Более того, я хочу сказать, до 97-го года я не имел права подписи в порту по реализации, там, площадей, там, еще чего-то такого. Поэтому я не оправдываю сейчас. Мне не стыдно за то, что я сделал в жизни, потому что, там, рано или поздно, там, не менее, не будет, а остается реально осуществленный терминал. Вот это вот, помните поговорка, да, каждый мужчина должен, говорится, сына, там, посадить дерево, посадить дерево, построить дом. То есть это сделано, помимо, так сказать, приватного, это сделано, создана фирма, это, так сказать, семейная по духу. Вы попробуйте, у нас самая низкая текучесть кадров, потому что мы думаем о том, как платить зарплату. Мы последовательно указываем нашу позицию, взять наше выступление. Мы критикуем правительство, значит, отдельных членов, там, Риги, Ковы, Заяц. У нас сейчас, вот, несмотря на вот это все, у нас с рядом предпринимателей у нас, ну, передавали документы канцлеру права по тому, что сделано в этой отрасли. И я расцениваю вот эту награду не только как вот свою личную, там, это, наверное, хорошо, потому что 40 лет, 65 лет мне вообще исполнится. А что-то как заслуга всего коллектива, который в этом участвует, я же один не могу это все сделать. Мы должны предоставить в наших портах, в портах нашего государства, значит, различных, такие условия, чтобы производители и на одной, и на другой стороне, там, со стороны Европы, Америки, и со стороны Азии, России, Китая и так далее, и так далее, чтобы они сказали, нам логистически выгодно с точки зрения сервиса, с точки зрения оплаты, с точки зрения квалификации, квалитетности, выгодно работать через Эстонию. Ну, один из портов там, если мы говорим о наших терминах, через ДВТ или через БЦТ. Но они выбирают. У нас конкурентов, скажем, в той области, о которой мы говорим, полно. Каждый порт считает, возможно, сделать, и необходимо делать этот терминал. И мы должны завоевать свое место под солнцем, должны доказать, что мы лучшие, чтобы к нам пришли грузы. А если к нам приходят грузы, у нас есть работа для людей, наверное, сотни рабочих мест. Значит, мы можем оказывать ту социальную помощь, которую мы оказываем, детская больница, там, и так далее. То есть надо, вот это вот, знаете, когда появился этот ДВТ, по-моему, например, в 91-м году, для чего это было сделано, я спросил там пару редакторов. Вот все боятся, значит, что вот так напишешь свою фамилию, да, и тебя будут преследовать. Ну, во-первых, прошло 22 года. Во-вторых, я-то не боюсь, потому что у меня позиция есть, я что-то сделал. А если ты трус, ты способен только на ложь и на водь, то тогда, значит, и сиди там в туалете. Ну, у него, а, сегодня такие вещи надо, на мой взгляд, просто запретить, потому что человек не может безнаказанно оскорблять. Кстати говоря, это не так все безнаказанно, потому что все думают, вот спрятался за каким-нибудь пусть ему, да, и его нельзя вычистить. Да если его не вычистить, можно, просто что с этим делать? Мазаться об этом? Вот это не хочется. Это очень важно, то, о чем я говорю, это важно, чтобы люди понимали, да, мы в силу ряда обстоятельств, в силу истории, исторической, мы оказались здесь. И вместо нас никто организовывать для нас работу не будет. Что у нас? Будут россияне содержать, им со своим надо разобраться. У нас латыши будут содержать, они нам аплодируют, потому что одно время говорили, что он это развить не нужно, он ушел туда. Я, знаете, в свое время, в 91-м году спорил, был такой лозунг, ну, может быть, те, кто старше помнится, помните, будь голодный на свободу. И я тогда с авторами этих, как этого лозунга, при всей его, так сказать, политической привлекательности, я спорил по сути. Потому что такой лозунг может сказать только человек сытый. Голодный не будет этим заниматься, потому что мы надо семью накормить. Вот я занимаюсь тем, что даю работу и даю, ну, не я, Господь там разорюху, даю возможность, видим, зарабатывать и содержать свои семьи, и помогать каким-то, значит, социальным программам, детским, спортивным и так далее. Вот что такое ДБТ и БЦТ? Почему, значит, все ломают? А вот они там, значит, сын. Да у меня сын, значит, уехал в девяносто первом году на грузовом суде в Англию, учить язык, там, работал тверком. У него прекрасное образование, он учился в Англии, учился потом в Америке, в Японии, стажиров, там, в Швейцарии, в России он работал. И учитывая весь этот опыт, он классный специалист, но пришел сюда самостоятельно это работать. Это моя идея, мы воплощали, мы воплощали ее как бы вместе, но это заслуги люди, которые образованы, которые чего-то достигли. Но для того, чтобы что-то достигли, я в 17 лет из дома уехал, за границу учиться. И хорошо, что, значит, есть такие компании, которые дают возможность таким специалистам вернуть их обратно сюда домой. Потому что, значит, все погибло, если у нас самые способные, мы должны быть уезжать. Ты недавно подал иск суд на правительство именно из-за того, что поднимаются цены на навигационные услуги. Там речь идет еще и о защите инвестиций, которые вложили сюда инвестиции в Эстонию. А, значит, непредсказуемо, что с ними случится. И вот такое за ночь поднятие тарифов на 600 процентов, оно для всех шоковое. И, значит, и в том числе и для нас, потому что наши, так сказать, акционеры, они большие деньги сюда вложили в Эстонию для создания рабочих мест. Но я не думаю, что это будет глупость, если я скажу, что инвестор вкладывает деньги, но хочет получить их обратно, как минимум. То, чего мы сейчас, значит, подвержены здесь риску. Но эта позиция не сегодня сложилась. Она за последние годы все время доставлена. И я же в публичных конференциях об этом говорю. Мне хочется думать о том, что вот эта награда, так сказать, это маленький-маленький, что же в том направлении, что все-таки наш президент показывает, что надо таранитно заниматься. Это то, на чем мы стоим. Отказавшись от этого, период мировых кризисов, а я, правда, в другой вашей передаче, там, где-то пару лет назад, я говорю, что кризис-то еще не начинался. Когда идет мировой кризис, это то, на чем мы здесь стоим в Эстонии. У нас-то не много полезных ископаемых. Ну, мы сейчас перепродаем там электроэнергию. Но это до поры до времени там пока нет. И поэтому надо предоставлять нашим партнерам, что им выгодно работать с нами. Вот мы, помните, пару лет назад здесь была конференция, 15-20, да, это железнодорожники проводим. И был, выступал как раз Владимир Иванович Икунин здесь на этой конференции. И он спросил, а вообще, не напрасно деньги сюда вкладываются? Зачем нам это? То вы железную дорогу хотите построить, другой колеи, там, кто у вас там. И ему тогда один из наших министов сказал, что вот, давайте вы присоединяйтесь. Это нам зачем? Он говорит, не надо, вам надо, вы и строите. Что вы там возить будете, вы там сами разберетесь. Но сама по себе идея, ну, мягко говоря, у меня критическое к ней отношение. А что касается этого, надо показать, и всем, начиная от министров, там есть руководитель департамента, там служба. Там система, так сказать, довольно сложного бюрократического управления. Но надо иметь возможность высказать свою позицию. И там достаточно много разумных людей, которые понимают, что это будет выгодно. Так вот, когда на этой конференции был сказал вопрос, а вы не ошиблись, делая всего Аммия, Термио Аммия, и что получилось на самом деле? Работали Аммияк только в Гвенспасе по монопольной цене. Что хотели, то и творили. Значит, а сейчас, значит, два терминала, которые между собой конкурируют. Но один из видов конкуренции, это снижение затрат для производителей, для всей перегруженной цепи. Значит, для российского производителя получилась цена упала на 10 евро. В связи со строительством терминала всего Аммия. Ну, это такой упрощенный пример, но тем не менее. Когда вот, когда говоришь, что это да, там выгодно, тогда они все-таки, значит, в это смотрят. И это очень важно, чтобы Эстония использовала свое преимущество, потому что она все этого преимущества не использовала. Вот это важно, когда существуют такие вот союзы предпринимателей, бизнесмены, которые, да, они не побоялись выступить с такой позиции, что необходимо заниматься защитой инвестиций, в частности, и в транзитно-логистическом секторе. Последний опрос Эмора показал, что 37% эстонского населения хочет покинуть Эстонию, уехать жить и работать за границу. Что нужно сделать, чтобы, наоборот, люди хотели бы к нам приехать, работать здесь? Ну, я уже вот в твоем ответе, в нашей беседе привел пример со своим сыном. Говорит, таких семей много. Надо дать возможность учиться, в том числе, может быть, и специальности, которые в Эстонии не учат. Научиться в заграничном каком-то университете, но чтобы была возможность вернуться обратно. Для этого нужно рабочие места, и для этого нужна идея. Потому что самый рынок Эстонии, вот во всем, я сейчас называю, когда рынок Эстонии, то есть возможности применения, начиная от, я все время шутил, рынка невест, да, потому что Александр Нев, там, женатый, там, болезненная тема для бабушек и девочек, всегда, выбора невест, то есть ежеников, кончая проектами, потому что рынок Западной Европы или мировой рынок, там, Соединенных Штатов, почему мы уезжаем туда? Потому что любая идея применения, она совершенно другого, на порядок, на два порядка, на три порядка, рынок больше и применение твоих знаний и сил больше. А мы мало того, что мы, значит, маленькая страна, мы еще свои возможности, которые нам дают Богом, мы не используем так, как должны быть. А вот когда мы начнем использовать их, тогда нам потребуются специалисты, надо давать возможность приложить молодым людям и своей энергией и уровень знаний, которые я в их возрасте, так сказать, не мечтал, потому что, какие, как я вижу, я в 89-м году один из пунктов развития, и планов тогда были выборы, да, и я стартовал с самой низкой должности тогда на вот пост главного диспетчера. Так вот, одним из моих первых пунктов было приобретение рации для оперативных работников, потому что не найти никого, мы кричали по категорику, по всему, там, по этот, мотивальник, как он там называется, правильно, спикер или еще, что-то. Значит, товарищ такой-то, позвоните товарищу такому-то. И вот мы тогда в 89-м году купили первую рацию, в 89-м, и компьютер был сзади вот с такой трубой, там, и возможности его, там, скоростные и информационные другие. Сейчас же все совершенно другое, они, ну, это, к сожалению, я должен сказать, как они делали, да, дети, домашние задания, да, Википедию открыл, там, переписал листочек, и, ну, и вперед. И вперед. А для этого вот существуете вы, я, люди, которые умудрены, это все надо уметь применять. Но еще где применять, это очень важно. Вот тогда, когда мы заработаем очень много денег, ну, имеется в виду вся Эстония, все жители Эстонии, они, значит, вы, я, и там, кто-то заработает. То есть, когда у нас тут денег будет в Эстонии, что, значит, это не в 94-м году я был в Китае, в Гонконге вместе с замыселем Доброгоцей в то время. И нас принимал заместитель Чайный банк, он сказал, когда узнал, сколько у нас населения, а тогда было полтора миллиона, это еще меньше. Он сказал, да у вас все должны быть миллионерами и несколько десятков мультимиллионеров, потому что вы мост между двумя, как бы, системами, точно так же, как Гонконг выполнял эту роль, связывающую мостик между Китаем, континентальным, и всем миром, потому что банкская система так построена была, Китай с валютной операцией. И здесь, к сожалению, вот прошло, ну, получается, уже 16 лет, да, после этого визита, и, к сожалению, неправ старик оказался. Если бы я считал, что все это вот бессмысленно, я бы этим не занимался. А я считаю, что все-таки, несмотря на потери, ну, тут уже Каламбур, да, несмотря на не все потери, несмотря на то, что мы не использовали наши возможности в той мере, какой должны быть и обязаны, учитывая нормальные анализы, а не какие-то там очередные выборы, да, То не все потеряно, есть возможность улучшения жизни всех эстоноземельцев. Независимо от национальности, в Эстонии довольно много, все-таки, кого-то больше, кого-то меньше, но всех, что все будут жить лучше. Если бы у меня не было такой, как бы...